Добрый день дорогие друзья! Я рада нашей с вами новой встрече. Осень лучшее время для закладки сада. И я думаю, что у каждого из вас есть свое представление о том, каким же должен быть сад мечты. Какие культуры вы хотите посадить? Вот я, положим, в этом году очень обрадовалась тому, что у меня созрели нектарины. Кто-то сомневается, кто-то не верит. А вообще, могут ли у нас вот эти южные косточковые культуры расти и хорошо плодоносить? Я имею в виду персик, абрикос, нектарин. У каждого на этом будет свой ответ на этот вопрос. Ну, у Владимира Анатольевича, добрый день, Крыловича, который у нас сегодня в гостях, и у которого опыт садоводства более 25 лет, я думаю, сомнений не будет. Вот как вы считаете, стоит ли делать ставку на эти южные косточковые культуры? Я думаю, что ставку делать нужно. И я надеюсь, что у каждого дашника, садовода в саду найдется место, чтобы посадить там и абрикос, и персик, и нектарин, потому что на базар мы всегда любим ходить и покупать, но мы там покупаем заморские, они недозревшие, никогда настоящего вкуса это нектарина, персика мы не можем попробовать. Вот со своего сада, если попробовать вот эти нектарины, персики, то всегда мы почувствуем настоящий вкус этих плодов. И вот в этом году ход был довольно-таки удачный для этих культур. Зима была мягкая, и весной не было мороза, цветки не подмежли, и нектарин, персики особенно дали хороший урожай. Я думаю, что и на будущее всем садоводам надо садить в саду вот эти культуры. То есть уже прошло то время, когда мы боялись, сомневались и не верили. То есть климат поменялся, все поменялось, появились какие-то сорта, и мы сегодня это запросто можем выращивать. Но эти культуры я бы не назвала легкими, к ним нужен свой какой-то подход. Да, конечно. Я уже не первый год вот их выращиваю, и не каждый год вот такой урожай получается, но я анализирую, смотрю, что не так, где не так что-то было сделано. В первую очередь надо подбирать уже проверенные сорта. Если мы садим, например, абрикос, надо сажать хотя бы два сорта для того, чтобы они опыляли, а можно и еще больше сортов. А слива может быть опылителем абрикоса? Нет, слива нет. Абрикос проверить через год, через два другие сорта. Они тогда будут хорошо опыляться. А вот как вы считаете, персик, абрикос и нектарин, по капризности, как бы вы выставили эти культуры? Ну, они как бы все немножко реагируют на зимние морозные перепады. Но с другой стороны, вот персики, нектарин, они быстрее восстанавливаются. Быстрее восстанавливаются, поэтому мы всегда больше результат видим на персике и на нектарине. Почему? Потому что персики, нектарин плоды закладывают на однолетних ветках. Вот у нас в этом году, к примеру, подмерзли деревья, мы их обрезали обильно, вот наросла однолетняя древесина, и на этой однолетней древесине, у нас уже закладываются плодовые почки. И все начинается сначала. Да, и в следующем году он опять начинает плодоносить. А абрикос, он уже закладывает цветки плодовой почки на двухлетний, на трехлетний древесине, поэтому уже вот разбежка. Вперед ожидания, да. Да, разбежка уже получается на год-два. И все спрашивают, вот вроде бы хорошее дерево, а оно не плодоносит, потому что ему надо уже опять набрать силу после подмерзания. Тогда, может быть, зимой, как я шучу, им нужны валенки и шапка? Вот как укрывать эти культуры на зиму? Или вообще не укрывать? Ну, видите, для того, чтобы... Укрывать для чего? Для того, чтобы... Ну, чтобы сохранить, да. Ну, мы всегда забываем о главном, что у нас есть для этого лето. И мы должны летом заботиться о том, чтобы вот эти культуры уже уходили в зиму хорошо вызревшими, не задавленные болезнями. Хотя вот многие на это мало обращают внимания. А начинают кутать эти растения на зиму и где-то даже вредят этому, понимаете? Поэтому, ну, надо находить золотую серединку. И если, например, абрикос, я смотрю, что стараюсь сажать в таком затишке. Вот нашел у соседей хорошее место между двумя сараями. И они буквально со второго года начали давать урожай, этот урожай наращивает. И в этом году прямо они ходили не с прыгышней, не с миской, а с корзиной ходили и раздавали по соседям эти абрикосы. Ну, лучшая реклама. Да. Вот. По нектарину, по персику, ну, надо обязательно обрабатывать от болезней, потому что они весной или осенью. Учалостью болеют. Надо и весной, и до распускания почек азофосом обрабатывать. И обрабатывать летом фунгицидами, там, скор, хорус. И тогда они не будут болеть. Как профилактика. Да. И будут тогда такие, окрепшие в зиму ходить и хорошо ее переносить. Я проводил эксперимент, и абрикос формировал в такой стелившейся форме. То есть, не абрикос, а персик. Персик. Вот я хотела сказать, да. Персик. И персик, как бы, он у меня рос кустом. Вот. Молодые ветки, их легко отгинать к земле. Я его, как виноград. Вот. Все эти ветки отгинал до земли и укрывал еловыми лапками. Укрывал еловыми лапками. То есть, получается, те побеги, которые уже плодоносили, вы вырезали? Ну, практически, да. Жалко, конечно, когда видишь, что вот эти все побеги. Да кто-то и делал. Вот у меня есть те же персики, но деревья. Есть, как-то я уже, так сказать, рискнула и срезала. Хотя, понимаешь, что резать надо. Ну, здесь дилемма такая, что уже если вы растите деревом, тогда уже обрезай, не обрезай, все равно тут такой цели не достигнешь. А если вы уже кустом формируете, то надо стараться делать однолетнюю, двухлетнюю, только древесину оставлять, потому что уже дальше они, эти ветки, жесткие, и их не отогнешь. Они ломаются, и жалко потом вот, хорошая ветка, там с этой ветки можно было ведро плодов снять, а она вот треснула. То есть надо делать правильный выбор. Да, да. И вот раз мы уже заговорили про обрезку, то какой она должна быть у того же персика, абрикоса и нектарина? Ну, абрикос мы обрезаем так же, как и сливы. То есть укорачиваем побеги однолетние на одну треть, где-то прореживаем. У персика, нектарина немножко, наверное, обрезка должна быть... Виноградная. Да, да. То есть не только вот весной пришло время обрезки плодовых, мы обрезаем. Надо еще и летом где-то подойти к кусту, они много побегов дают. Да, да, да. Эти побеги как бы не все вызрывают, то есть лучше оставить там две трети этих веток, остальные прорезить тоненькие и самые крепкие оставить, чтобы они больше набрали питания, лучше вызрали, и тогда они лучше перезимуют. Хорошо, а вот эту обрезку надо делать теперь, вот осенью, укрывая наше растение на зиму, или уже весной из того, что выживет? Ну, есть понятие летней обрезки, вот то, о чем я говорил. Если вам надо природить, вы видите, что уже там вырос большой куст этого персика нектарина, и вы просто слабенькие, тоненькие веточки природите в конце июля, начале и август, и тогда остальные ветки получат больше питания. Всю остальную обрезку делают весною, потому что если мы на зиму сделаем, эти раны остаются открытыми, эти раны начинают подсыхать, могут болезни попасть. Поэтому вся обрезка делается весной, она сразу, все эти раны заживают, дерево просыпается, и дальше нормально развивается. Ну, и, наверное, такой приятный вопрос, а как же распорядиться урожаем? Вот у вас он в этом году был очень большой. Ну, сказать, что большой уже нет, ну, по крайней мере мы в этом году, да. На ведра. Да, что-то уже шел на ведра, и мы кушали, там делились с соседями, даже вот получилось, что где-то ведро собрали уже зрелых, вот. Я их посушил, и получилось, что эти сушеные нектарины, вот, очень удачные, сладкие, такие приятные, ароматные, зима наступит с удовольствием. Абрикосы сушите? Абрикосы, да, абрикосы, это уже как, они, если, да, в порядке вещей, вот нектарин, керчих, это уже, да, потому что их даже надо знать, какие подобрать, чтобы они уже не перезревшие были, вот, как их нарезать даже, чтобы они быстро высыхали, с двух сторон, вот я разделяю, например, пополам этот нектарин, и что с двух сторон срезы делаю, чтобы эти долечки были... Потоньше. Да, не то, что потоньше, чтобы с двух сторон они были, срезанная кожура, понимаете, тогда оно быстрее влага уходит. Еще такой вопрос, я думаю, который задают себе многие, можно ли из косточки, вот я скушала плод, можно ли ее посадить, или все-таки лучше прививка? Ну, в принципе, в принципе, вы, если посадите с косточки, то получится тот же самый абрикос или персик, поэтому таким же образом, в общем-то, новая сорта и выводит, если вам хорошо повезет, может, вы даже более устойчивый абрикос или персик получите. Поэтому, ну, в наших таких вот дашных условиях этим способом можно пользоваться. Можно проэкспериментировать. И многие это и делают. Спасибо большое. Спасибо. Вам удачи. Да. Как вам захотелось вырастить у себя нектарин. Удачи. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо.